Выдающийся русский художник, ученый, путешественник, общественный деятель. Это все он, Николай Рерих. Во время Центрально-Азиатской экспедиции он с супругой Еленой и со старшим сыном побывал на Алтае. А сегодня здесь, почти сто лет спустя, в музее города расположилась экспозиция великого творца. В Барнаул картины прибыли из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Кстати, многие полотна, которые представлены, впервые покинули Москву. Вот эта выставка, которую сегодня открываем, более ста работ Николая Константиновича, его младшего сына Святослава, сможем увидеть. Это большой подарок для жителей города, для жителей всего края, для наших гостей. Прекрасная возможность познакомиться поближе еще раз с его творчеством. Подлинные картины русского художника пробирают до мурашек и несут в себе невероятную энергетику. Организаторы уверены, посмотреть выставку работ Николая Рериха должен каждый. Экспозицию назвали «Ковчег будущего», кстати, тоже не случайно. От центральных славянских территорий до Гималаев, которая проходит через Алтай, является, по мнению Рериха, спасительным ковчегом для будущего. Выставка занимает два зала музея. На первом этаже расположили картины Николая Рериха, на втором – его сына Святослава. По мнению директора Государственного музея литературы, искусства и культуры Алтая, увидеть экспозицию будет интересно в любом возрасте. Я уверен, что эта выставка посеет такие семена добра, семена высокой культуры, семена искусства. Ведь от малышей до взрослых маститых художников всем есть чему поучиться у Рериха и что у него подметить хорошего. Стоит отметить, что на Алтай подлинные картины никогда не бывали. Истинные духовные почитатели Рериха ждали этого события не один год. Его картины, вот даже сейчас смотрю, символизм. Но этот символизм, он очень глубокий. Вот именно как чакра, да, с красной, желтая. Потом идет сердце зеленое, горловая, и это синяя и голубая. Никогда не была на выставке картин. И на меня большое впечатление произвело вот это вот. Я еще, сейчас еще покажу, посмотрю. Тем, кто хотел успеть погрузиться в мир гор и прикоснуться к прекрасному, стоит поторопиться. Экспозиция будет работать до 16 июня. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.